Мы продолжаем следить за боями в Курской области. Сегодня расскажу, как изменилась карта боевых действий за последние часы, что происходит с эвакуацией мирных жителей и сколько же всё-таки украинских военных задействовано в операции. Также поговорим об атаке дронов на приграничные территории России, о пожаре на Запорожской АЭС и об обстреле Киева. Я Михаил Чижов, вы на канале Объектив, ставьте лайк и начинаем. Шестой день операции ВСУ в Курской области. Даже судя по официальным сводкам Минобороны, украинские военные продвинулись ещё дальше вглубь России. В субботней сводке крайней точкой на карте Минобороны были сёла Малая Локня и Ольговка. Это примерно 20 километров от российско-украинской границы. Теперь же Минобороны упоминают, что украинские военные пытались прорваться в районе села Общий Колодись, а это уже примерно 30 километров вглубь России. Украинских военных вчера заметили и в Беловском районе. Это к югу от Суджанского района, где, собственно, и начиналось наступление. Первыми о появлении украинских военных в Беловском районе сообщили Z-телеграм-каналы «Рыбарь» и «Два майора». Позже они начали сами себя опровергать и утверждать, что всё это ошибка, и никаких украинских военных в районе нет, просто показалось. Утром же выяснилось, что всё же украинские военные в Беловском районе были. По данным Алексея Смирнова в Рео-главе Курской области, это была украинская диверсионно-разведывательная группа. В итоге сейчас, по словам Смирнова, ситуация стабильная. Не менее стабильная ситуация теперь на границе Украины и Беларуси. В субботу Лукашенко рассказал о загадочных украинских дронах, которые, по его словам, атаковали Беларусь. После этого было решено усилить охрану белорусско-украинской границы. Вчера, по данным Минобороны Беларуси, боевая техника прибыла к границе. Что именно она будет там делать, непонятно. Миноборона ограничивалась сухой формулировкой о выполнении задач по предназначению. В иностранных изданиях тем временем разгорается спор о том, сколько же украинских военных участвует в нападении. Глава российского генштаба Валерий Герасимов несколько дней назад докладывал Путину, что Украина задействовала около тысячи человек. Правда, тогда же еще Герасимов сказал, что продвижение остановлено, но не суть. Так вот, цифры Герасимова в тысячу человек противоречат даже официальной сводке Минобороны. Во вчерашнем отчете военного ведомства указано, что украинская армия за время операции в Курской области потеряла 1350 человек. Видимо, Украина воюет уже отрицательной армией в минус 350. С оценками Герасимова не согласны и журналисты агентства France Press. Они, со ссылкой на анонимного чиновника, близкого к украинскому командованию, сообщили, что в Курской области намного больше одной тысячи человек. Их собеседник не назвал конкретную цифру, лишь сказал, что тысяч несколько. Похожим выводом пришел и британский военный эксперт Майкл Кларк. По его оценкам, в атаке задействовано от 6 до 10 тысяч украинских военных. Как пишет Кларк, это показывает серьезность намерений Киева. Не просто устроить рейты попугать Путина, а нанести серьезный стратегический контрудар и развеять миф о том, что Украина проигрывает эту войну. Но всем этим оценкам не стоит доверять безоговорочно. Сейчас в Курской области настоящий туман войны, и ни один эксперт не может точно сказать, сколько военных задействовано в наступлении. А еще все они по-разному считают военных. К примеру, аналитик Руслан Левиев тоже полагает, что украинских военных больше тысячи. Но это лишь с учетом тех, кто ждет в тылу и готовится поддержать наступление в будущем. Кстати, об аналитиках. Шокирующий вывод сделали эксперты из Института изучения войны. Оказывается, Кремль хочет преуменьшить масштаб вторжения в Курскую область. Поэтому не вводит в военное положение, не освещает все события, ну и вообще практически молчит. И я понимаю, что для западной аудитории такое поведение Кремля может быть непонятно. Но мы же, глядя на такие выводы от Института изучения войны, только вздыхаем и задаемся вопросом, а чего еще можно было ждать от Путина? В ночь в субботу на воскресенье украинская армия подкрепила наземное наступление атакой беспилотников. По сообщениям Минобороны России за ночь было спидо 35 беспилотников. Их заметили над пятью российскими областями Белгородской, Брянской, Орловской, Воронежской и, конечно, Курской. Также над Курской областью сбили несколько ракет. Как заявили в МЧС, ракеты взорвались в воздухе, после чего поражающие элементы упали на землю. Одна из сбитых ракет упала на многоэтажный дом, пострадало 13 человек. Российские власти в своем неповторимом стиле уже пообещали жесткий ответ. По опыту нынешней войны, жесткий ответ – это усиленные обстрелы украинских городов, как бы в отместку за атаки по России. Никаким другим образом российское командование действовать не умеет. Недавние обстрелы Киева тому живой пример. В ночь в субботу на воскресенье в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу. Киевцы не долетели до столицы, их сбили на подлете, но обломки упали на жилые дома в пригороде. Погибли 35-летний мужчина и его 4-летний сын. Вчера вечером над Запорожской АЭС на территорию Украины поднялся столб черного дыма. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, пожар устроились сами российские военные. Что-то подожгли и сделали вид, будто по станции ударили ракетой. По данным украинской стороны, пожар не предоставлял угрозы. Радиационный фон был в норме, никаких выбросов не зафиксировано. Но, как подчеркивает Зеленский, пока Запорожская АЭС находится под контролем российской армии, о полной безопасности не может быть и речи. О том, что угрозы нет, сообщили сотрудники самой атомной электростанции. По их словам, возгорание ни на что не повлияло. Российская же сторона утверждает, что пожар начался после обстрела энергодара со стороны ВСУ. Об этом заявил глава подконтрольной России части Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, загорелись системы охлаждения, но угрозы для АЭС никакой нет. Как же дела обстоят у жителей Курской области? Мягко говоря, не очень. Вчера МЧС России сообщила, что за сутки с приграничных районов убыли более 8 тысяч человек. При этом в пунктах временного размещения находились 6 тысяч человек. Напомню, 10 августа МЧС рассказала, что за все время эвакуировали более 76 тысяч человек. И если верить этой цифре, то общее количество уже перевалило за 80 тысяч. Но есть нюанс. Большее число эвакуированных граждан вовсе не означает, что с эвакуацией им помогало государство. Как рассказывает телеграм-канал Пепел, многие жители выезжали самостоятельно, даже на лодках. Пепел опубликовал видео, где люди высаживаются на берег возле реки и рассказывают, что с ними происходило в зоне боевых действий. Подобные истории рассказывали и жители Суджанского района. Они жаловались, что власти вообще не организовали эвакуацию, и им приходилось выбираться из зоны боевых действий своими силами. Причем люди уезжают не только из-под Курска, но и из соседней Белгородской области. Вчера губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что большое число жителей Красноярушского района, цитата, «приняли самостоятельное решение покинуть свои дома». Такой ход он назвал правильным решением, но добавил, что, по мнению властей, необходимости эвакуации не было. Видимо, жителям Белгородской области, точно так же, как и курянам, надо было дождаться прихода ВСУ, прежде чем власти организовали бы какую-то эвакуацию. Какой-то новый термин для новояза пропаганды получается – «добровольная эвакуация». Общее число беженцев сейчас оценить трудно, очень сильно различаются подсчеты. 10 августа мэр Курска Игорь Куцак в своем телеграм-канале озвучил цифру в 16 тысяч. А уже через 5 часов, как я уже говорил, МЧС отсчиталось от 76 тысяч. Довольно большой разброс для такого короткого промежутка времени. Как рассказывает издание «Бриф», большинство беженцев выявили самостоятельно и их в подсчетах не учитывали. Они останавливались у родных, знакомых или у волонтеров, которые были готовы их приютить. А в официальную статистику входят те, кто попал в пункты временного размещения или зарегистрировался в администрации. По подсчетам издания, в среднем в одном центральном районе Курска в день регистрировалось около полутора тысяч человек. Но выделенных под ПВР помещений не хватает. И это с учетом того, что большинство беженцев останавливается у родственников или волонтеров. Чтобы разместить людей, власти стали разворачивать палаточные лагеря. Но масштабы такие, что едва ли это решит проблему в ближайшее время. При этом эвакуироваться удается не всем. Как сообщили изданию агентства представителей поискового отряда «Лиза Алерт», они получили не менее 200 обращений о поиске пропавших близких и родных в приграничных территориях. Сотни других сообщений с поиском родных жители Курской области стали оставлять в региональных пабликах ВКонтакте. Власть на все это, в общем-то, реагирует. Но реагирует, как обычно, в своем стиле. Помимо того, что пострадавшим выплатят беспрецедентные 10 тысяч рублей компенсации, теперь жителям пострадавших регионов не нужно будет платить за коммунал. Об этом сообщил позавчера в Рио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале. Мол, на заседании противного штаба приняли волевое решение таки отменить плату за жилищно-коммунальные услуги жителям пострадавших районов Курской области. Платежи за август начисляться не будут. Величайшая щедрость со стороны властей, конечно, но лучше бы нормально организовали для людей эвакуацию. Символично, что все это происходит в годовщину катастрофы на подлодке «Курск». Ровно 24 года назад, 12 августа 2000 года, во время учений в Варенцевом море на атомной подводной лодке «Курск» произошли два взрыва. Лодка затонул. Члены экипажа оказались заперты на дне моря. Долгие часы спасательную операцию не начинали, потому что никто не хотел взять на себя ответственность и сообщить об аварии начальству. Все же испеченный президент Владимир Путин всячески отказывался от зарубежной помощи, боясь то ли потерять политические очки, то ли раскрыть военные секреты. В итоге запоздалые попытки спасти выживших не увенчались успехом. Все 118 членов экипажа погибли. Конспирологических совпадений тут искать, конечно, не нужно, но хотелось надеяться, что власть своих прежних ошибок не повторит, не будет обрекать людей на гибель, дабы не упасть в грязь лицом. Пока что у них получается плохо. Мы обязательно продолжим следить за ситуацией в Курской области и за другими новостями, которые будут происходить. Так что увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok